По мнению лидеров профсоюзных организаций, нынешняя минималка в Эстонии, с учетом взлетевших до небес цен, едва покрывает самые необходимые расходы на жизнь. Не говоря уже о том, чтобы человек смог выделить средства из своего бюджета, например, на поход в кино или спа. А ведь это и есть неотъемлемая часть достойной жизни, о которой говорится в европейской директиве. Центральный союз профсоюзов Эстонии считает, что государства, работодатели и профсоюзы должны начать диалог для продвижения коллективных переговоров, в частности, о повышении минимальной заработной платы. На сегодняшний день минимальная заработная плата составляет 654 евро в месяц. Осенью этого года работодателям и профсоюзам удалось договориться о повышении минималки. И с 1 января 2023 года она составит 725 евро. Но согласитесь, и на эти деньги сегодня можно разве что выживать, что не соответствует директивам Европы. Новые директивы уже говорят о том, что правительство должно усилить роль значимости профсоюзов, достичь того уровня, чтобы у нас было покрытие коллективными договорами до 80%. У нас сегодня только 20%. Поэтому это большая роль государства. Олег Чубаров также добавил, что повышение зарплат надо было организовать, что называется, еще вчера. Сегодня же необходимо как можно скорее предпринимать все возможное, чтобы обеспечить людям достойный уровень жизни. Иначе в скором времени большинство из нас сможет лишь достойно выживать. Вадим Малышкин, Петер Юлевайн, Новости Таллина.